2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Господь, Бог наш, избравший нас со среди народа Твоего и даровавшим нам Тору. Благословен Бог наш, даровавший нам Тору. Амин. Слава Господу. Знаете, в нашей семье сегодня двойной праздник — Шаббат, и второй праздник — старшей дочери, день рождения. Ну, так, помежду прочим. Спасибо. Как сказали, после служения будет в зеленой комнате. Итак, хорошо. У нас сегодня недельная глава Тора называется «Матод». Называется она «Глава колен». Она описывается в книге «Чисел», то есть на иврите «Бемюдар» с 30-й главы по 32-ю главу, 42-й стих. И здесь описывается, говорится о том, что Бог дает законы об обетах. То есть между отцом, дочерью, мужем и женой. И я немножечко почитаю несколько мест Писаний. Числа 30-я глава, 2-й стих. Если кто даст обет Господу или поклонится клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего и не должен исполнять все, что вышло из уст его. Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего, в юности своей, и услышит отец обет ее, и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся. И Господь простит ей, потому что запретил ее отец ее. И также ниже идет такая же ситуация, такой же принцип между мужем и женой. Если жена дала обет или зарок, и муж промолчал, то он состоится. Если он запретил, то он не состоится. И вы знаете, здесь говорится об обетах и зароках. Обет – это обещание что-то сделать. Зарок – это немножко похоже, но это обещание не делать чего-либо. Ну, допустим, я больше не буду ругаться, это тоже зарок. Я больше не буду, там, не знаю, что-то еще делать нехорошее. И я бы хотел сегодня поговорить с вами, я обратил внимание на два главных момента. Первый момент я хотел бы сказать о том, что обратил внимание на власть, данная Богом над словом. Потому что Писание говорит, да, если бы отец не имел власти над своей дочерью, да, что бы он ни говорил бы, это слово бы, оно, ну, не исполнялось. Так же, если бы муж не имел бы власти над женой своей, да, то что бы он ни говорил, он мог бы запрещать, не запрещать, как бы не было бы никакого результата. И я хочу поговорить о такой вещи, как власть. Власть над ситуациями, людьми и духовным миром. И вы знаете, есть важная вещь, чтобы вы, ну, послушали. Для того, чтобы что-то работало в нашей жизни или подчинялась какая-то ситуация, мы должны четко знать, имею ли я власть над данной ситуацией. Имею ли я власть от Бога над теми ситуациями или, кстати, которые меня окружают. И вы знаете, Писание говорит о пророке Иеремии. И помните, Бог говорит о том, что «Я избрал тебя и поставил тебя совершать определенные вещи». И там написано, какие Бог дал вещи, какую власть дал Бог пророк Иеремии совершать. Он говорит, да, там, разрушать, созидать, насаждать, ну, и определенные вещи. Так само Абешова сказано, потому что он говорит, что «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня», да, совершать определенные вещи. И часто мы делаем какие-то ошибки, мы с чем-то сражаемся, мы что-то делаем, не понимая, имеем ли мы власть в той сфере, в том, что мы делаем. И вы знаете, возможно, к счастью, да, не над всеми мы имеем власть, не над всем. Ну, пример, да, если я приду в чужую семью, и я буду говорить, что нужно там сделать, то правильно будет, что меня оттуда просто, ну, аккуратно вышлют, потому что я не имею там власти. Так само и с другой церковью и общиной. Вот. Но есть важный момент, когда я имею эту власть. Где я имею эту власть? Конечно, я имею власть в своей семье, над своими детьми. И опять же, я говорю о власти, не как, знаете, как бить кулаком по столу и кричать, что кто в доме хозяин. Я думаю, что Бог дал власть человеку для того, чтобы управлять, мудро управлять и охранять. И я имею власть в своем доме, над своими детьми. Я имею власть на работе, если я начальник, да, я имею власть над теми, кто находится там. На духовной работе, если Бог поставил меня в каком-то служении, или пасторское служение, или каким-то лидером, я имею тоже над этим власть. Частично я имею власть над собой, над своей жизнью. И также в духовных сферах, там, где Бог поставил. И второй момент очень важный, что духовная власть настоящая, она приходит от Бога. И в этом есть Божий принцип, Божий порядок. И порядок в том, что она приходит через две вещи. Это смирение и послушание. Часто мы хотим что-то делать или управлять, но не проходим этих двух вещей. Но эти вещи, они очень важны. И знаете, в Фессалоникийцам 2 главе 8 стих сказано, что Богу дана власть, да, и что, и Бог поставил его, потому что он был смирен и послушен даже до смерти крестной. И вы знаете, Бог хочет, чтобы мы были сильными. Вопрос в том, ну, хотим ли мы этого. И знаете, если мы хотим иметь какую-то власть, если мы хотим иметь духовную власть, то мы должны эти две вещи проходить. Это смирение и послушание. Поэтому пусть Бог благословит вас. Потому что Бог хочет, чтобы вы были сильными людьми. Благословение. 2018 год – это год веры. Год поста, молитвы и поклонения.